Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Боженька мой, ну все, сборы идут полным ходом. Уезжаю я из этой страны, меняя место жительства опять. Парень мой помогает мне собирать всю квартиру. Но ничего, знаете, новая страница в жизни. И я считаю, для меня всегда переезд это что-то новое. Я всегда настолько у меня это вот вдохновляет, поднимает руки. Я обожаю переезды, поэтому новая глава в моей жизни. Очень будет все интересно. Кстати, сегодня, кто пропустил, вышло замечательное утреннее видео. Я говорю про это самое видео-гадание на Николая Баскова. По этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть. Ох, интересное видео, ох, интересное гадание. Кто не знает, мы с вами гадаем на картах Тарона. На моем основном канале видео выходит каждую субботу. Ну и вчера, конечно, вышло видео распаковочки, покупочки на моем англоязычном канале по этой ссылочке. Можете пройти и посмотреть, кому интересен Антон Эс на английском языке. Обязательно приходите. Каждый дойдет что-то свое. Все ссылки на мои четыре YouTube-канала в описании к этому ролику. Владислав Доронин, дорогие мои, подарил матери дом за 6,5 миллиардов рублей, который он построил для Наоми Кэмпбелл. Восхитительный особняк, построенный по проекту Захи Хадид. Это единственный частный жилой дом, который проектировала гениальная просто икона архитектуры Заха Хадид. Я напомню, скончалась она. В 2016 году была первой в истории женщиной. Удостойной престижной архитектурной Притцкеровской премии. Она прославилась своими вот этими вот футуристическими домами. Восхитительная женщина, вдохновение личное далек от архитектуры. Заха Хадид была личным моим примером для подражания, когда ты можешь ломать рамки и выходить за пределы допустимого, если так можно выразиться. Восхитительный дом, на постройку которого ушло 12 лет и 9 миллиардов рублей. Изначально он продавал его, опустил цену до 5 миллиардов рублей. Но в итоге дом сняли с продажи, потому что у него споры до сих пор с Наоми Кэмпбелл. И видимо по этой причине он подарил этот самый дом собственной матери. Они не состояли с Наоми Кэмпбелл в официальном браке. Но за годы отношений у них появились некие совместные активы, про которые ничего не известно. Так Наоми 2 года назад подавала в суд на Доронина. По причине, что он не возвращает ей ее собственные вещи. В ответ он кинул подачу в суд на нее, где потребовал возместить 3 миллиона долларов. И деньги, которые он давал ей в долг. Она ему эти деньги не вернула. Грязь, грязь, грязь. Я напомню, когда начали строить дом по проекту Захи. Они были в отношении, закончили уже постройку этого дома. Когда они уже расстались. Общая площадь дома 2700 квадратов. Уединенный участок глубоко в лесу. В сосновом лесу. В особняке есть спа-центр 25-метровый. Бассейн, тренажерный зал. Восхитительный дом. Ну, у нас как строила Заха, так не строил никто никогда. Да, кстати, я вот все жду, когда в Эстонии, в Таллине начнется строительство целого узла, транспортировочного узла, который будет включать и железнодорожную станцию, автобусную станцию и аэропорт. Насколько я понял, это тоже проектировало архитектурное бюро Захи Хадид. Это уже пост ее кончины. И если это будет реализовано в Таллине, это будет, конечно, самая настоящая жемчужина. Ну, и так, в принципе, Таллин великолепный город, очень красивый город. Я, кто не знает, из Эстонии. Но если будет реализован этот проект по проекту проектовского бюро Захи, это будет, конечно, агонь. Я напомню, 60-летний Доронин сейчас состоит в отношениях с 28-летней. Модель Кристины Романовой. Вместе они более 7 лет, у них двое детей. И вот такая вот самая настоящая драма. Грязь, она везде, ребят. Личного состояния у Доронина более 12 миллиардов долларов. Ну, когда обижена, ну, видимо, обижена женщина, ну, ну, что за взаимные иски судебные, ну, что за верни мои 3 миллиона долларов. Я понимаю, это безумные деньги, но я думаю, мне вот всегда было интересно, по какой реально причине они расстались. Потому что пара красивая. Мужик Доронин, красивый мужик. Как постоянно мы здесь все обсуждаем, что мужики в России, к сожалению, стареют некрасиво. Доронин, конечно. Ох, как я не люблю стареньких и дрябленьких. Тут Доронин, конечно, мечта, а не мужик, а особенно еще, учитывая в комбинации с его миллиардами. Ох, дерьки, какого мужика мы здесь упустили. Короче, интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие сплетники, хотите освоить профессию будущего? В этом вам поможет Роберт, который успешно занимается трейдингом более 6 лет. Можешь просто повторять его сделки и ждать результата. Для старта необходимо подписаться на телеграм-канал, написать админу «Хочу обучение», пройти бесплатное обучение и начать торговать. Всем хороших сделок и удачи в трейдинге. Ну а ссылки на сигналы от Роберта в описании к этому видео. Только что закончился международный мировой турнир по футболу. О, господи, я не болельщик вообще для меня. Это очень сложно, эти все термины. Но скандал сейчас самый настоящий, разгорелся. О чем речь? Значит, все вы помните, ну, с Рета Георг Чо. Это тот самый слепой мужчина. Сказал, блин, меня сейчас забанят на ютубе за это. Это мужик, который солит свои стейки. Знаете, вот таким вот образом он солит свои стейки. Этим он стал известным. Это абсолютно безумные у него счета в его ресторанах за его стейки. Это золотой томагав. Говорю мне, если не текут, очень хочу покушать. Но, тем не менее, говорят, это все, конечно, расхайпованная тема. Ресторан у него сейчас по всему миру. Проблема в чем? В чем заключалась проблема? Значит, после окончания серии пенальти в матче Аргентина и Франция на поле вышли представители сборных, члены FIFA, члены семей футболистов, то есть самые важные приближенные люди. И среди них затесался, кто бы выдумал, турецкий повар-ресторатор Мусрёд Георг Чо. Он ходил по полю, как утверждается, преследовал Лео Месси. Тут пытался его за всех сил игнорировать, фотографировался сам футболистами, выпрашивал эти самые фотографии. Вызвало это, конечно, огромное возмущение среди футбольных болельщиков. А его, самого повара, обвинили в недопустимом поведении, которое исполнило атмосферу после победы Аргентины. Теперь на это отреагировали и сами представители FIFA. Правила организации гласят. Здесь прямо есть, оказывается, правила организации непосредственно для этого момента. Значит, доступ к трофею может получить только избранная группа людей, включая победителей турниров, официальных лиц FIFA и глав государств. Представители организации заявили также, что футбольные чиновники утверждают, как этот самый Георг Чо появился, как он пролез, иными словами, на это самое футбольное поле. И сейчас будут проводить серьезные внутренние проверки, и соответствующие внутренние меры будут приняты. А для меня это прямо на тебя отвратительно. Я не люблю наглых людей. Вот наглость, я знаю одно. Наглость – второе счастье. Это всегда работает, без исключения. Наглые люди, которые идут по головам, неважно, какой монеты они платят за свой успех, какой монеты они добиваются всех успехов, но они реально добиваются. Наглость – это второе счастье. Прямо вот не могу я на него смотреть, мне он абсолютно неприятен, я не понимаю культового поклонения этому повару. Повторяю, говорят, немыслимые цены за абсолютно ординарные стейки, которые вы можете получить в любом среднем ресторане, в любом стейк-хаусе вы получите, в принципе, примерно того же качества. Мясо – это все расхайпованная тема, которая по факту, как утверждают ресторанные критики, не стоит и выеденного яйца. Скандал из-за наглости повара. Я понимаю, он звезда, я понимаю, ему многие двери открыты. Но ребята начинают немножко путать ту ситуацию, когда кому-то, вот что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Я знаю, что я использую это выражение неправильно, но вы понимаете логику, как я использую это выражение. Я вообще не знаю, как правильное значение, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Но скандал огромный, наглость неимоверная. Мужик ходил, взял реально в руки этот самый трофей. Немыслимо, немыслимо нарушение правил FIFA. И вот сейчас они будут это все проверять. И правильно, и по делам. Кстати, только что мы говорили в этом самом видео по этой ссылочке. Можете пройти и посмотреть про Андрея Петрова, что он сейчас будет делать, свои пластические операции. Как он сам утверждал, он будет делать их в Таиланде. Ну вот пишет мне Пташка. Пташки у нас везде по всей планете. За это даже комменти и обожаю. Привет, была сегодня у пластического хирурга. В Стамбуле Лотос рядом с Нишанташи. Кто из Стамбула, он, наверное, знает, о чем речь. Лотос это офисное здание, где в основном находятся врачи, пластические хирурги, клиники, косметологии и так далее. При выходе увидела Петрова с дружком из шоу. Брали пропуска, хотя я ничего не говорила на русском. Да и была в маске, но меня посмотрели, как будто я что-то знаю. Я предполагаю, что они будут делать пластику и пришли на консультацию. Петров был в розовой курточке и юбке. Здорово, да? То есть мне интересно вообще, что конкретно. Мне реально это интересно, ребят. Мне вообще интересно все. От повара Гевчо, да, что конкретно будет переделывать. Андрей Петров в своем тельце. Будем внимательно наблюдать за всем за этим. Это все очень-очень интересно. Дорогие сплетники, напоминаю, сейчас вот торту. Идет супер новогодняя акция, которая называется «Последний вагон». Промокод слова «Кролик». Переходите на tartufi.ru. Скидка 20% абсолютно на все. Даже на те продукты, которые уже идут под акциями. Обратите внимание на подарочные наборы. На них скидки суммируются. И в результате вы получаете до 40% скидки на рождественские подарочные. Шикарнейшие наборы. Чего там только нет. Трифели итальянские специи. Шикарный итальянский кофе. Восхитительный мясо, влиток и дичь. Ох, как все вкусно. Слюнки текут. Сейчас своего мужика пойду за тортиком отправлю. Надеюсь, принесет в виде радуги. Все ссылочки на tartufi в описании. Наслаждайтесь шикарными скидками. Что вы думали, дорогие мои? Давайте сначала послушаем небольшой записанный телефонный разговор. О, это вообще все интересно. Прямо таки, да. Например, Даун, да. Как раз таки он снимался в клипе глупый лайкер. Ну, Даун в свое время он был начинающим блогером, чиктопером. Был он малоизвестным. И даже глупый, да, как я уже говорю, пропякался. На клип он не заплатил 12 миллионов рублей. Чтобы ты понимал, да. Он там, конечно, такие космические деньги. Но, да. Он купил, очень быстро купил. Он сейчас ведущий дома. Два как раз. Значит, сняться в шоу с Ольгой Бузовой, дорогие мои. Теперь это стоит 350 тысяч рублей. Так, модельное агентство из Краснодара массово завлекало клиентов. Но после оплаты никаких съемок у них не было. Агентство Мари Уэй работает примерно по одной схеме. Вперва оно ищет модели в интернете. Например, через доски объявлений. А затем они предлагают им платное обучение и невзначай приглашают поучаствовать в новую шоу для ТНТ с Ольгой Бузовой. Правда, для встречи с этой звездой требует 350 тысяч рублей. И, конечно, они приплетают туда Даву. Потому что, вы посмотрите, как взлетел Дава после того, как он пообщался с Ольгой Бузовой. Значит, бизнес-идея получилась очень рабочей. Люди реально оплачивают участие своих сыновей, дочерей. Ну, в итоге, по факту, их просто кидают. Еще одна девушка писала, здесь рассказали базы, что пришла в агентство на подработку модели. Но по итогам собеседования ее говорили пройти обучение с созданием портфолио за 25 тысяч. В итоге просто дали посмотреть видео и провели фотосессию с вещами наиск размеров больше. После чего, в итоге, прислали необработанные съемки. Когда потребовала деньги назад, то получила отказ с предложением встретиться с Бузовой за те же 350 тысяч рублей. Знаете, я сейчас смотрю на ситуацию вокруг легких денег. Да, огромное количество людей блогерство. Да, одно из самых желанных направлений, в чем молодые хотят развиваться. Ну, потому что, ну, как это выглядит со стороны. Ребята, знаете, когда на самом деле я сам, не будучи блогером, 5 лет назад смотрел на блогеров, на известных блогеров, конечно, красивая жизнь, конечно, красивая одежда, конечно, огромное количество поклонников. И тебе кажется, что это очень легкие деньги. И люди до сих пор реально так думают и заводят какие-то каналы, пытаются как-то там себя реализовать. И надеются, что они все получат. У меня два совета будущим блогерам или тем, кто пытается где-то там засветиться. Снимайте в черную дыру просто год или два. Если у вас будет есть время, если у вас есть возможность, если у вас есть еще и харизма. Что нет, я думаю, часть этого всего бизнеса. И то не вариант, что вы выстрелите. Но если вы решили выстрелить, вы должны снимать в черную дыру, имея по 200 просмотров. Как бы унизительно это не выглядело со стороны. Вы должны снимать. Пока, если вы вдруг выстрелите, и чем моложе начнете, тем легче развивать канал. Потому что возрастные блогеры, как я, например, вообще возрастную аудиторию очень сложно заставить подписаться. Это статистика YouTube. Это ничего не говорит о блогере. В принципе, это статистика. Вот только единицы, кто действительно получает какие-то миллионные подписки. А по факту очень сложно. Поэтому, в любом случае, не забывайте подписываться на 4 моих канала. У меня везде очень интересно. А про 350 тысяч за встречу с Олей Бузовой. Конечно, дорогие мои, это легкие деньги. И люди вот до последнего... Я не понимаю, как до последнего люди отдают какие-то безумные деньги в надежде получить в разы больше. Это из серии вложи 10 рублей, получишь через месяц 10 тысяч. Ну, не бывает такого. Не бывает. И сейчас повально. У меня, знаете, у меня забит директ, знаете, чем? Антон, пожалуйста, протащи вот эту инфомошенницу. Я перевела ей... Слушайте, полмиллиона рублей. А Антон, посмотри вот на этого мошенника. Я перевела ему там 75 тысяч рублей. Я перевела этой 150. Да сколько можно переводить деньги? Ребята, не переводите никому, кто требует хоть что-то. Вообще, не переводите рендомным людям из инстаграмчика, ютубчика и телеграмчика деньги от слова совершенно. Неужели вы на 23-й год, вот, через неделю, 23-й год. Неужели вы не понимаете, что вам ничего не дадут обратно? Не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Не бывает, вложил 10, получил тысячу. Не бывает. Прекратите забивать директ моего инстаграма. Я не буду озвучивать, давайте, в то же время, негативный пиар. Никакому мошеннику, потому что это так не работает. Просто не переводите свои деньги. Обратно вы ничего не получите. Ребята, девчата, как же на самом деле хреново. Вот моя любовь. Вот она меня любит по-настоящему. Ой, боже мой. И вот, пожалуйста, вам, дорогие мои, Слава рыдает белугой, да? Ну вот, во-первых, знаете, после того, как она рассталась со своим 70-летним мужем, который на самом деле никаким мужем не был, да? Говорят же, она сделала серьезную пластическую операцию. Это было прощальным подарком от ее мужа, певицы Слави, да? И вот сейчас какие-то постоянно рыдающие селфи. Она же сказала, что все идет к лучшему, что она рассталась, и мы разошлись, как в море корабли. Это здорово. И что бог не делает все к лучшему? Здорово. А что ты рыдаешь сейчас? Ведь ты же сама сказала, что больше года вместе не жили. Вы практически не общались. Ты на него смотреть не могла, потому что его храп тебя раздражал, да? Рыдает, снимает на камеру. Я вообще не понимаю вот эту вот теорию. Знаете, как говорится, где вы учились, там Антоша преподавал, я один из первых рыдал на камеру. Ох, все это было так красиво сделано. Все это было так эмоционально. Знаете, себя настроишь, да? Правильно, музычку включишь. Полстакашки опрокинешь. Ну надо же показать эмоции. А потом это пошла какая-то повальная тема. Вот знаете, слезы подкатили. Беру фронтальную камеру, врубаю, сливаю в носу. Вы что за детский сад? Ребят, это в 23-м году не работает. А Слава, а что ты хотела, Слава? Ну живи, наслаждайся. Ты же сказала, найдешь себе сейчас молодого, богатого, заботливого, да? И твою пьющую натуру взвалит себе на плечики. Слав, вот когда ты начинала, 21, да? Вот тогда ты нашла себе мужика, которому было 49. И вот тогда у тебя что-то получалось. А сейчас, дорогая моя, ты старая женщина. Ох, сейчас мне прилетит. Ох, сейчас мне прилетит. Вы знаете, я обожаю эту философию. Моей маме 50. У нее очередь из женихов. Да сейчас. Ребят, ну хватит. Ну хватит говорить какие-то фантазийные вещи. Как только вы, особенно если вы с детьми от предыдущих браков, ну нету линии мужиков, стремящихся завоевать ваше сердце, отвести вас под венец. Я понимаю, это больно звучит. Я понимаю, это... Вы знаете, а у меня такое случается, да? Бывает в приложении знаковый. Ну я же по молодым, да? Ой, дядь, ты, конечно, классный. Но не мой типаж слишком старенький, да? А у меня в приложении не мой реальный возраст, а всего лишь 33, да? То есть я говорю, ребят, как бы больно... Конечно, серпом по одному месту. Конечно, серпом по одному месту. Но, ребят, нужно отдавать отчет тому, что если вы будете себя убеждать, что вам и в 40, и в 45, и в 50 будет череда из женихов, неважно, какого ориентации у кого вы пола, не нужно это вот таким образом фантазировать. И да, давайте я вам скажу еще одну вещь, которая на поверхности, но от которой очень больненько внутри. Мужикам и в 40, и в 50, да, вот они могут себе устроить личную жизнь. А вот женщина в сравнении... Ну скажите, что я не прав. Ну скажите, что я не прав. Посмотрите повально мужику 50, ей 30-ник, а может и 25-ник, а может быть и 21 годочек. Ну что, я не прав? А видите таких же женщин, которые 50, мы не говорим про звезд, а ему 35 или 25. Да не бывает такого. Это из серии фантазии или один на миллион. А Слава, ну сейчас, что ты же сказала, познакомьте. Ну знакомит? Нет, Слав? Расскажи, какие успехи. Я без сарказма, да? Имей запасной вариант. Всегда запасной safety net. Называется по-английски. Имей запасной вариантик, дорогая моя. Не подсуетилась, а вот теперь рыдает на камеру. Поезд ушел. Я считаю, поезд ушел. Девки, скажите, что я прав. Ну или, конечно, скажите, что я не прав. Всегда интересно читать. Но знаете, самое важное здесь. Самому себе не врать, вы понимаете? Потому что все нафантазируешь, я богиня, за мной бегают все. Идешь по улице, а никто не бежит, да? А может бежит тот, от кого со мной надо бежать. Может маньяк какой-то. Поэтому девки, хватит. Россияне, без шуток, сейчас новость, да? Назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими артистами 22-го года. Так сейчас сообщается Российский центр общественного мнения. Газманов получил 14% участников опроса. Знаете, я тогда говорил про другой опрос. А вот сейчас вот это вот уже такой финальный, основной. Всероссийский центр общественного мнения. Знаете, кто туда еще вошел? Николай Расторгуев и даже Лев Лещенко. Лев Лещенко. Ему сколько? 100? Льву-то Лещенко. Кризис жанра. Нет, никого не осталось. Лев Лещенко в 23-м году, если бы вы сказали в 76-м Леву Лещенко, что ты, когда тебе будет 100, ну я не знаю, сколько там ему, да? Ну примерно, что ты будешь, войдешь в первую десятку самых лучших артистов и популярных артистов России, он бы сказал, да идите в лес, я не доживу. Статистика говорит об обратном. Сыновище. Брахунова, когда решила тряхнуть стариной. Что есть всегда на вашем новогоднем столе? Я спрашиваю, что нет, и она отвечает. Добрый вечер, у нас не бывает новогоднего стола. Ужины в районе 7.30. На этом все. Под бой курантов и шампанское идут конфеты и мандарины. Не понимаю эту историю, есть ночью, тем более в праздник. Разве он будет хуже? Без еды, вопрошает Брахунова. Как это типа ромает. Знаете, мне много писали девчонок, работающих с Брахуновой. Она же устраивается какие-то фотосессии, да, там, для кого-то там она снимается. И мне говорили, да, нормально она. Ну да, она там не фонтан. Ну да, она не крутая. Ну, в плане, знаете, такая вот зажигалка, да. Ну, пыльненькая, душненькая. Ну, она не вызывает негатива. Да не вызывает она негатива. Знаете, вот нашла, нашли себя. Две вселенные и скрестились. Родился у них сын. Я думаю, такая у них в доме душа. Уже миллиардер, ребят. Рублевый миллиардер. Знаете, вот приходишь к ним, они мандарин съедят на ночь в 7.30, покушают, да. И в 11.30, наверное, уже не дождутся речи Путина. И на боковую. Он в одной пыльной кроватке, она в другой. Может, книжку, может, стихи почитают. Вы знаете, я не люблю интеллигенцию. Не люблю я интеллигенцию. Для меня люди, они душны. Вы знаете, я сам душнилый, первостатейный. Я сам человек, которого нужно зажигать вот этим вот драйвом, понимаете. А вот с такой душнотой. И, о боже мой, я бы с Брухунова нашел много общего. Сидели бы, смотрели, знаете, вот в темной комнате, в угол комнаты этой вот зала, да, в тишине. И я думаю, чувствую, может быть, даже себя и неплохо. Говоря про небольшое безумие. Сейчас бы пошла. Ну, на данный момент безумие. Мы говорим ЛГБТ-пропаганда. И здесь под эту тему подкидывают вот это вот. Книж говорит, да, правильно, ЛГБТ-пропаганда, она плохая, да. Хорошо. Лавка Яндекс. Яндекс-лавка. Убрала последний слой в радужном торте, дабы избежать пропаганду ЛГБТ. Без шут. Радужный торт. Очень красивый торт. Я сладкое не люблю. Смотрю на торт. Хочу торта. Даня, Дань, за тортиком сходишь, когда я закончу? Короче, Яндекс. Лавку брали один из слоев радужного торта, потому что испугались, что им может прилететь за пропаганду ЛГБТ. И еще одно, да, странные, нездоровые последствия закона о запрете пропаганды ЛГБТ. На сервисе Headhunter заблокировали Сергеев. Сергей. Вы знаете, как пишется это имя, фамилия, да? О блокировке рассказал один из пользователей Twitter. Он, значит, составил свое резюме, но служба модераторов отклонила его публикацию. Поводом для этого стал мат в фамилии, имя, отчество. В графе FIO, да, у нас стоит Сергей. Все вы знаете, как пишется Сергей, да? Также забанили еще одного пользователя, поименно Сергей, за опять некий мат в фамилии, имя, отчество. То есть они поставили свой алгоритм, вот машина, которая пропускает эту тему, так, что даже в имени Сергей нельзя... Вы вообще слышите безумие? Вы вообще слышите это безумие? В компании отметили, что никакого умысла не было в этой теме, и они извинились и восстановили эти самые анкеты. Я, знаете, смотрю на ситуацию, я понимаю, люди штормят. Люди не понимают, что значит гей-пропаганда. Люди не понимают, что это значит. То есть нет четких критериев, что есть. Или это торт, или это человек по имени Сергей. Вы вообще слышите безумие? Безумие в 23-м году. Ну и вот в моем, вот в этом вот видео, разговорном видео, по этой ссылке можете пройти, посмотрите на моем четвертом канале. Обсуждали вот эту тему. В Перми собирала принадлежности, пермячка одна многоумная. И накнулся от консультанта, с макияжем парень стоял у стенда Бобби Браун. Женщина так возмутила, начала снимать его на камеру, да, и пообещала передать информацию в правоохранительные органы. Парень был с накрашенными ногтями и ярко выраженной красной помадой. Мать была с 10-летним сыном и прямо высказала свою позицию администратору, что ее сын насмотрится на этого ассистента у стенда Бобби Браун и станет таким же. Она упомянула о новом запрете на пропаганду геев. Слышите, да, сначала была риторика пропаганды ЛГБТ, сейчас пропаганда геев. Администраторы, переглянулись между собой, покрутили у виска. Но, тем не менее, если прокуратура выдвинет обвинение против магазина, то магазин Литуаль в Перми оштрафуют на 1 миллион рублей. Сейчас эту информацию везде удаляют, так что про эту тему Литуаль пытаются прикрыть свою пятую точку. А я говорю, идет полнейшее безумие, дорогие мои, от пропаганды ЛГБТ, которой не существует. Идет охота на представителей нетрадиционной ориентации, на торты убирают лишние прослойки цветные. И также Сергеи в России сейчас будут притеснены. Вот немножко вот из этой, блин, истории. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Вообще готовьтесь, да, к советчине. К тухлой, душной советчине. Когда геи будут выходить, жениться на женщинах, рожать детей. А потом ходить по кустам, около этих военных частей. И втихаря заниматься своими делами. Драво. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Поддерживайте приюты, поддерживайте волонтеров. Просто кормите животных на улице. Сейчас зима, холодно. И мы сплетники единственные люди, которые не проходят мимо страданий бездомных животных. Рожать и доказывать всем миру, дорогие мои сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Подписывайтесь на 4 моих канала, все ссылки в описании. Когда я говорю в описании, у меня огромное описание, все в описании. Англоязычный канал, мой основной канал с гаданием на Таро. Мой канал болталок мыслей Антона Эстокс. Подписывайтесь везде, везде интересно, везде абсолютно разный контент. Я уверен, каждый найдет что-то свое. В любом случае, шикарных всех выходных с наступающим. Скоро будем бахать шампуни, ребята. Я уважаю вас, плетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!